Здравствуйте, уважаемые зрители, я нахожусь на выставке «Малоэтажная страна» и сейчас мы посмотрим баню-бочку. Что здесь у нас написано? Базовая стоимость – 280 тысяч. Стоимость данного образца – 312 тысяч. Размер бани, длина – 5,2 метра, ширина – 2,2 метра. А стоимость бани меняется в зависимости от выбранных дополнительных опций. Доставка оплачивается дополнительно, собирается за один день. Стоимость сборки – 16 тысяч. Вот такая информация на апрель 2021 года. Давайте попробуем, зайдем, посмотрим, что здесь внутри. Ну, как вы представляете, баня выполнена в форме бочки. Деревянной бочки. Внутри она сделана вот так. Вот я вижу, там слив для воды внизу. Дно округлое, и вся вода, видимо, будет собираться и сливаться туда. Скамейки для того, чтобы париться. Здесь печь каменком. Вот что мне нравится, что скамейки, выполненные в таком висящем варианте, можно под ними помыть. А то иногда все закрыто, и не понимаешь, как там под ними мыть, для того, чтобы помыть, нужно разобрать. Вот так это выглядит. И здесь трубальник. Столь я сто. Здесь скамейка, видимо, поднимается. А, вот так вот, потому что она непонятно. Так как она на петле, то должна подниматься. Да, вот так поднимается, ой, ой. В общем, сундук образует. Дверь стеклянная. Вот такая банька. Я не знаю, как эти бани в эксплуатации. Вот чисто внешне больше и не надо. Ну, что здесь еще надо? Напарился. И все. Воды натаскал, водой обмылся. Помылся и все. Баню просушил. Вот там я вижу какое-то окно. Видимо, для вентиляции открывается. Здесь тоже окошко. Открыл все окна, двери, проветрил ее. Нормально. Такая банька. Приятное впечатление происходит, производит. Никогда не заходила в такие бани впервые. Недорогая по сравнению с такими стационарными конструкциями. Не вижу я пока никаких недостатков у ней. Сейчас я выйду, посмотрю, на чем она стоит, эта бочка. На наушках или как. Печка. Труба выходит в крышу. И здесь, везде изолаться. Топка, соответственно, вот здесь. Сейчас я выйду, посмотрю, как она выглядит наружу. Ага. Вот так она стоит. То есть, получается, она не на земле лежит, а стоит на подставке. Поэтому вода будет сливаться на землю. Вновь нить не будет. Ну, в общем-то, все нормально, все хорошо. Смотрите. Здесь, брус мелкого, маленького сечения. Крыльчка с округлой крышей. Смотрим, что у нас внизу. Здесь гибкая кровля. Тоже проблем не должно быть. Не знаю, если у кого-то есть опыт эксплуатации таких бань, я не знаю, но вот чисто внешне приятные впечатления производят. Называется баня-октобочка-мега-2. Там сверху труба выведена. Пройдем, посмотрим ее с другой стороны, с другого торца еще. Да, вот так она здесь сделана. Вот здесь видно, на какой подставке она стоит. Вот здесь вентиляция. Я здесь внутри вам покажу. Ну, вот так это выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова